Выборы в Горсовет пройдут только в сентябре будущего года. Однако, как будут избираться народные избранники, пока неизвестно. Коммунисты предлагают систему выборов, по которой жители Бурятии будут сами решать судьбу кандидата. Позиция КПРФ такая, выборы должны быть по пропорциональной системе. А самая демократичная вообще по пропорциональной системе, без одномандатных округов, не смешанная. И мэры города должны выбирать всенародные. Также фракция обсудила вопросы по поводу дефицита бюджета, нужд республики и заработной платы депутатов и чиновников. При сокращении дотации создать новый комитет науки и образования не получится. Такое возможно только за счет самих народных избранников, считают коммунисты. Однако отказаться от такого куска пирога депутаты не хотят. Если хорала получают где-то 350 тысяч рублей за месяц, то и заместители, представители комитета получают около 300 тысяч, чуть поменьше 300 тысяч рублей. Я если не ошибаюсь, да, Александр Анатольевич? То я бы думала, что сумма, которая самая максимальная, должна быть не больше 120 тысяч рублей. Самая большая сумма. В этом случае мы дошли бы с вами как раз таки затраты, которые могли бы создать, способствовать формированию нового комитета, о котором мы постоянно говорим, комитета по науке и образованию. Таким образом, республика имела бы шанс на создание комитета, который смог бы урегулировать проблемы с национальным языком Бурятии, да и повлиять на образовательный процесс в лучшую сторону. Но, к сожалению, наши депутаты и высокие чины не ответили на призыв коммунистов. Понятно, что отказаться от столь высокой зарплаты под силу не каждому. Баир Цедыпов Вячеслав Батоев. Первое. Альтернативное.